вот смотри вот подойди но это экстремальное метание это заточки это не какие-то спортивные ножи твердое дерево не очень заточен до точки такая вот сейчас как бы четко был перпендикуляр была точность была скорость была масса в дальнейшем мы можем уже рисовать мишени да там допустим десяточка или еще куда-то да или же человеческое тело там да нарисуем рожицу до нарисуем глазик нарисуем попал в глазик попал в горлышко попал в сердечко теперь я для начала отхожу шесть шагов там где-то 4 шагов или 5 то есть раз два три 4 ну пусть будет где-то вот так вот 5 если первая дистанция была безоборотная данная дистанция должна быть пол оборота мне нужно кинуть отпустить он должен полететь и он должен сделать пол оборот вот сейчас как бы четко был перпендикуляр 1 2 3 4 ну пусть будет где-то вот так вот 5 даже задача не в том попаду я или не попаду должен быть первый математический анализ расчет если первая дистанция была безоборотная данная дистанция должна быть пол оборота мне нужно кинуть отпустить он должен полететь и он должен сделать пол оборота вот в принципе я сейчас вышел на какую-то свою дистанцию плюс ко всему тот уже просто был раздолбан вот смотри вот подойди и есть и есть масса вложена тут уже и по молчанию не хочет втыкаться мы когда кидаем самое главное чтобы не был клевок кисти направление по большому пальцу нам нужно потянуться и посмотреть он начинает сделать оборот есть приходит плашмя значит дистанция не наша если приходит под сектором вверх дистанция большая дистанция маленькая и мы от этой дистанции начинаем чуть-чуть отходить вы будете сближать дистанция работать против боксу код я с этой дистанции сто процентов гоню нож и подручная среди станции вот я вгоняю но мне нужен перпендикуляр как бы так воткнули ты нож я его вхожу и еще знаешь и еще это потом нарабатывается в каком-то в движении да вот вещи он во сколько вошел вот я иду 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 разворачивать приходит плашмя значит дистанция не наша если приходит под сектором вверх дистанция большая дистанция маленькая и мы от этой дистанции начинаем чуть-чуть отходить но каждый раз кидаем по-своему держи в данном случае обратный хват вот вот туда тянемся и плюс ко всему то тоже кидаем пляем центр масс центр тяжести теперь если я держу ближе к рукоят будет больше делать количество оборот дистанция будет чуть меньше балансируя ближе к лезвию значит будет меньшее количество оборотов делать значит дистанция будет удлинять я делаю я массу тела вывожу в плечо вывожу в эту точку и я эту массу тела как бы вкладывают направление указать по большому пальцу и вот дальше я вот так вот при отпускаю выкидали ошибка какая была альмер вот кидал плашмян как-то летел а я как из пистолета он летит если у меня дистанция оборотная он у меня допустим два-три шага летит и он у меня втыкается если дистанция без оборотная то я значит втыкаю и когда он у меня летит он у меня два шага летит не делать обороты а потом начнет делать обороты дистанция если большая он по таким воде уйдет в углом таким по точки можно кидать одновременно два предмета станция и ближнего боя танцы вытянутые руки скорость и точность тера вода нужно вкладывать массу танцы шагов пол оборота упражнения для постановки пробивного удар упражнения на точность скорость импульс энергия удара уничтожать врага стрельба метание гранат метания ножей твердое бревно с какой силы заточки дистанция девять шагов не ножей не применяется в боевых действиях а лишь служит подводящим упражнениям при обучении стрельбе на ноже нет прицела нож метаешь куда смотришь таким образом тренируется фокусировка на цели и потом она уже переносится на огневую подготовку так учишься стрелять туда куда видишь некоторые называют это интуитивной стрельбой в современном спецназе не метают нож а используется нож стреляющий бесшумное оставляем патрон заводом производим выстрел ножевой бой по системе спецназа сжать врага